Всем привет, это канал GoodLookBlog и сегодня у нас на обзоре необычные Nike Huarache. Вскрываем, чё уж там. Ну неплохо. Так вот на первый взгляд они конечно кажутся крутыми, чё уж тут скажешь. Тут у нас как и в любых Huarache вставлен неопреновый носок, шнурки такие прикольные, круглые и материалы кажутся прикольные. Конечно хотелось бы, чтобы это была качественная замша, но это всего лишь спилок, хотя и довольно таки неплохой. Носок он здесь такой резиновый. Так этого не увидеть, но носок усилен пластиковой вставкой изнутри, но естественно наделал материи. На вид они кажутся надежными, такими крепкими, прям внушают доверие. Смотришь на них и не кажется, что они разорвутся там через неделю, через месяц. Реально складывается впечатление, что они прослужат долгие года. Здесь сразу видим как торчит клей, но от этого сейчас никуда не деться. Хотя конечно вот этот клей подбешивает. С подошвы здесь все прекрасно, она такая массивная, мощная, как раз на осень, может даже кому-то и на зиму. Лично мне, я на тачке езжу, мне вообще насрать на эту зиму, поэтому мне даже много такой подошвы и такой высоты. Отличительной особенностью Хуарачи является то, что у них нет логотипов сбоку. Только сзади логотипчик и спереди на месте язычка. Также Хуарачи вы можете узнать по их фирменной системе поддержки стопы. Это так называемый экзоскелет, напоминающий ремешки от сандалей. От этого, кстати, пошло название модели Хуарачи, которые Найки позаимствовала у сандалей мексиканских индейцев, которые так и назывались Хуарачи. Ну тут у них встроен баллон. Кто-то говорит, что здесь стелька какая-то анатомическая. Ну какая это в жопу анатомическая стелька. Посмотрите, что, что, какой она свод стопы поддерживает. Что это за бред? Анатомическая стелька жестко и не дает развиться плоскостопие. А что здесь не дает? Что здесь может мешать плоскостопию? Да это чистой воды плоскостопие есть. Внутри все стандартненько, обычненько и ничего, никаких сюрпризов нет. Данная модель называется Реведерчи. Найки дала название этим кроссовкам, вдохновившись итальянским словом Реведерчи. Здесь сверху перфорацию захерачили, а не молодцы. Нога будет дышать. Это, конечно, круто. Изначально эти педали стоили по 12 тысяч рублей. Я же их взял всего за четыре. А вы меня спросите, а как же так получилось? Да потому что брала их в Найки дисконт. Изначально эти кеды, конечно, стоили 12, но на них сделали скидку в 40 процентов. Потом они ушли в дисконт, где со временем им придали еще 30 процентов скидки. Плюс в этот день была еще скидка 1000 рублей каждому студенту. Но я, к сожалению, не являюсь студентом. Поэтому я дернул первого попавшегося чувака в очереди и он оказался студентом. У него был типа что-то айсика и мне сделали скидку еще в косарь. Теперь посмотрим, как эти педальки выглядят на мне. По-моему, очень круто. Они очень удобные, ну прям реально удобные, мягенькие. Вообще, прохворачьи говорят, что в них ноги совершенно не устают и можно пройти десятки километров. При всем при этом говорят, что у них невозможно натереть ноги. Кто-то скажет, что сейчас в моде совсем другое. Я с этим же совсем не соглашусь. Сейчас все перемешалось и нет какого-то одного и явно выраженного модного стиля. Да, есть тренды типа оверсайза, многослойности, коротких штанишек и тому подобное. Но это все носит временный характер. А, например, такие кроссовки и брюки карго будут в теме всегда. Тем более, это все очень удобно и практично. Ну, если честно, я вообще не понимаю, что еще можно желать в нашу сраную погоду за 4000. Мне кажется, нет шансов найти что-то лучше. Модель может выдержать долгие года активной и даже агрессивной носки. Короче, эти кроссовки реально внушают доверие. Это был канал GoodLockBlog. Покупайте только качественную обувь. Никакой пали, никакого масс-маркета. Но покупайте только исключительно на скидках. Не ведитесь на рекламные уловки маркетологов. Всем пока!